Сигарет 50 моих военных лет 50 моих военных зим 50 моих военных лет 50 моих военных зим Я искал и находил ответ Упирался я и вывозил 50 моих военных лет 50 моих военных зим 50 моих военных лет 50 моих военных зим Я входил в дремучий бурелон Я глядел во все свои глаза Я пытался свой построить дом Я хотел о чем-то дарму сказать Гордо реял, излучая свет Проползал на брюхе по грязи 50 моих военных зим 50 моих военных зим 50 моих военных зим А в общем все еще пока Ребята в корне Наверно просто Мне по жизни повезло Есть квартира Дети и жена Есть работа Песни и друзья Есть надежда Какой живо странно В том заслуга Малая моя Научили Как отец и мать Поступал по правилам Про стрим И не лез начальство целовать И не бегал от работ в кусты И какой бы не светил нам свет И куда бы путь не вывозил Прожил пятьдесят военных зим 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 Кто первым стал Там вот и будут бабки Вот в жизни обстоятельная суть Лишь маленькая звездочка на шапке Мне лучиком указывает путь Лишь маленькая звездочка на шапке Мне лучиком указывает путь Мне лучиком указывает путь Мне лучиком указывает путь Осколочек времен тоталитарных Где жизнь была на диво хороша Из времени частиц элементарных Из коих моя собрана душа Не верящая в быстный крест на пузе И в то что день вчерашний только тьма Родившаяся все-таки в союзе Любви и чести и сердца и ума Я октябренком был и пионером Уж вы простите, как кому везет Моей веселой и бестолковой веры Последний самый маленький оплод Я никого друзья не укоряю Как уроженец этих самых мест Я просто тем друзьям не доверяю Кто быстро поменял ее на крест Родиться в ней назло старанием новым Что родиной считалась для меня Таджикистан, Армения, Молдова И Крым, и Украина, и Чечня Мы не страдали всякой коммунизму Суму не избегали и тюрьму Под нею мы свои прожили жизни И в общем-то ребята по уму Под нею совершали мы победы И вражеские появили миражи Под нею моего прервалась деда Коротенькая воинская жизнь Над нами жизнь свирепствует, как водится Кого-то полу, а кого-то лоб Но я уверен, все же распогодится Тем, кто сберег лучей ее тепло Конечно, в жизни все решают бабки И знаем мы конкретно, что почудно Лишь и маленькая звездочка на шапке И тень и туда Мир освещает, то не интима лучок Вот радости источники иссякли И лезет в репу всяческая путь Но тихо шепчет звездочка на шапке Не ссы, браток, прорвемся как-нибудь Но тихо шепчет звездочка на шапке Давай, браток, прорвемся как-нибудь Жизнь не спрашивает нас Она просто делает так, как ей надо И я горжусь тем, что Вот вы здесь, мои родственники Собрались красивые, умные, порядочные Честные и сильные люди Которые, к сожалению, редко говорят об этом себе В последние 23 года С 1991-го Когда мы стали заниматься Общечеловеческими ценностями Демократиями, толерантностями И прочие кореновины Которые нам, в общем-то, особо не нужны Потому что мы слишком хорошо жили до этого В последний год в моей жизни было много вещей В основном хороших Но были вещи, которые напоминали о том, что Человек всего лишь Спичка Спичка вспызнувшая Быстро горящая И очень быстро уходящая Из этой жизни Я делал день рождения Отцу своего друга В городе Сосновый двор Приехал Красивый, высокий мужчина Такого Посередине дня рождения Он упал и ушел Мы его проводили И потом ему Выпили все вместе Позавидовали Потому что это было Не в кровати Не следи сопливых Дальних родственников Которые ему К нему непонятно, как относится Это было красиво, быстро Там он танцевал с красивой девушкой Вот И вот Шведы, да Которые Полтавской битвы Четыре тысячи шведов Пошли в атаку В лоб На двадцать пять тысяч русских Но они их так презирали Что пошли в лоб На них в атаку Их просто перебили палками У них считалось, что Если ты погиб в атаке То тебе сразу В раю место находится Наверное, в этом что-то есть хорошее Правильно Как говорят вот Серега с Димой Сделай что можешь А будь что будет Я хочу сейчас вас попросить Ребята Значит Третья песня Третий тост Мы обычно пьем третий тост Молча с твоей ничокость Наполните бокалы свои, пожалуйста Вот у кого-то еще есть Кому принесли Вот Я хочу сейчас Вместе с вами Упомянуть Всех учедших воинов нашей Родины Потому что, знаете, есть Я вот выяснил Мне Таня Висборг сказала Что ее отец Юрий Висборг Мой любимый учитель Он сказал, что Знаешь, он говорит Никогда не воевал с людьми Он воевал с процессами Ты идешь, на тебя душ капает Открываешь зверху Ты видишь, что сгорит На тебе камень И уходишь из-под этого камня То есть, ты не воюй не с людьми А воюй с процессами С которые потом ты процессом Перенаправил И процесс пошел в другую сторону Все мы там будем когда-нибудь В этом ничего плохого нет В этом нет ничего хорошего Это просто жизнь так устроена И все мы равны перед Господом Богом И добрые, и злые И ласковые, и неласковые И толстые, и худые Все мы равны, дорогие друзья И надо об этом иногда вспоминать Наверное, от этого Мне вот лично становится гораздо легче Давайте встанем и помянем третьим тостом Наша главная слава, дорогие друзья Наша главная заслуга Это боевая слава страны Которая говорит на русском языке Которая победила всех гадов Которые на нас нападали Вот это главный повод Что многим мы гордились Третий тост Давайте помянем чуть-чуть Спасибо, садитесь, пожалуйста Не очень громко, нет, Леха? Нормально? ПЕСНЯ Когда мы вернемся с войны Красивые и молодые Овеяны дымом побед Покрыты окалина и ран И будут награды сиять И волосы наши седые Когда мы вернемся с войны Под марши и крики «Ура!» Когда мы вернемся с войны Нас встретят хлебами на блюде Нам громкие скажут слова Как правильны мы нужны Мы пыль надежды и страны Останем нормальные люди Нам выпить бы и закусить Когда мы вернемся с войны Хлопаем! Когда мы вернемся с войны Все девушки будут прекрасны Все женщины будут милы Достойны, тихи и нежины Давайте обнимемся, покачаемся Мы будем их вечно любить И черных, и белых, и красных И утром, и ночью, и днем Когда мы вернемся с войны А там, высоко над землей Хлопаем все Над самой высотой каючкой Кому и куда повезло В раю или, может, в воду Уйдя из разорванных тел Поменьше наши братишки Внимательно и свысока Нас видят и слышат и ждут А мы похмельимся с утра На форме заштопаем дырки И снова суровый приказ За родину бой пойдет Но все же наступит Пора купим Фура ждет там без козырки Однажды когда-нибудь все Мы к ним непременно придем Когда мы вернемся с войны 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 Мою любимую дочку Олечку. Благодарю, красавица. Иди сюда. И моих двух будущих призывников. Степан Михайлович и Иван Михайлович. Подключите Бедемот. Это Бедемот. А Ваня это кто? А Ваня Буратино. Бедемот съедает все свое и съедает все, что сбивает за Буратино. Буратино в это время смотрит мультфильмы. Так вот и живем, дорогие друзья. Вот они, наши подомодели. Олечка, иди сюда. Еще одна есть дочь, которую зовут Мария. Она существует в своих мирах. Еще есть одна дочь, которую зовут Светленок. Она в настоящее время выполняет ответственные задания. Где-то там далеко. На Волге, дорогие друзья. Вот. Это вот моя лучшая часть меня. Вот она красивая. Видите, какие красивые. Все. Давай. Хотите, не разрушили имущество? Дорогой Миша, ты наша опора, наша надежда. Ты наш... Ты наш самый лучший папочка. Наш самый заботливый. И самый лучший папочек. И самое лучшее. Мы тебя очень-очень любим. Да. Вот. Ты нам таких мальчиков состругал. Я тебя очень люблю, ты наш самый самый лучший. Я извиняюсь, я больше не могу, я просто не могу себе позволить на сцене, в вашем присутствии, и сразу будет без Тителя, хотя у меня уже нарушение формы одежды. Можно пока ты не запел? Сейчас, 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 у меня все ходы записаны. Песня, Ваню возьми пожалуйста, Катя, возьми Ваню. Песня посвящается Кате. Катя совершенно потрясающая человек. Она умеет в этой жизни все, что бы она ни делала. Она все умеет и делает это на 6 в педибальной системе. Она умеет потрясающе рисовать, она умеет делать обложки для моих дисков, она умеет разговаривать с людьми, которых мне хочется убить. Она умеет готовить потрясающую еду. Она, когда мне кладет, я вечером прихожу никакой, она мне руку кладет на спину и все. И я начинаю жить нормальной человеческой жизнью. Песня называется «Нарисуй». В ней каким-то удивительным образом воплотились качества. Вот у меня есть стихотворение о женщина, любившей меня, с которой мы не были женаты. Спасибо вам за праздничные даты, которыми я время отсенял. Я честно скажу, что мне очень нравятся люди, женщины, мужчины. Мне нравятся женщины, извините, не голубой. Но вот в ней каким-то чудесным образом перебрелись лучшие качества всех моих знакомых женского рода, которые были в моей жизни. И я благодарен всем этим людям, которые через мою подарили мне это свое общение, подарили мне кусочек своей жизни. Но я хочу поблагодарить свою жену за то, что она вот... Я не знаю, как там все произошло. Но братья совершаются на небесах, это вы знаете. В ней это все дело как-то вот... Воплотилось, да, спасибо, вот, союз писателей. Воплотилось именно в таком количестве, что мне просто нечего добавить, нечего прибавить. Нарисуй. Нарисуй мне себя по кусочку, целиком мне себя нарисуй. Каждой линией, каждую строчку, ты желанием моим адресу. Полюбуйся на берег туманный, на густой неподвижный закат. И горячий, бесстыжий, желанный распустить в моих сильных руках. Нарисуй меня, нарисуй себя сильной и смелой, только этой, а не другой. Нарисуй свою душу и тело ослепительною и ногой, Чтобы вздох закатился под лёбра, чтобы кровь застучала резки. Нарисуй свои плечи и бёдра, и ресницы свои, и соски. Чтоб пылала под кистью бумага, чтоб горела полночная гла, Чтоб твоя венциносная влага ароматом сводила с ума. Чтоб лёда пылала в камине, чтоб скрипела под шагом зима. Мы когда-нибудь жизнь береги, и себя доведём до ума. Станем тихи, чем мы, и надменки, чувства сможем держать на весу. А пока наполнены вены, нарисуй меня себя, нарисуй. А пока наполнены вены, нарисуй себя, нарисуй. А сейчас я приглашаю на эту сцену. Валерий Сафронович Гызки – это мой друг настоящий, с которым мы вместе съели пудов 50 соли. Кто сержант? Сержант. Поднакомились мы с ним в 1967 году в посёлке Школьное Симферопольского района Крымской области, где обучались в средней школе посёлка Школьное Симферопольского района Крымской области. Откуда управляли луноходом? Где был полигон для испытания этого лунохода? Самый большой НИП, то есть фонд управления космическими аппаратами Советского Союза. И я с этим потрясающим человеком. Потрясающий человек во всех отношениях. Он очень интеллигентный, спокойный, никогда не лезет вперёд. Но он умеет делать в этой жизни всё. Я у него многим вещам учился. Терпение, аккуратность, умение прикалываться, умение запоминать и делать какие-то вопросы, на которые я не знаю, как ответить, а он знает. Валерий Сафронович Крымский. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну да, у нас жизнь все так сходит, разводит, все время. У меня тоже офис военный, и по всему союзу прокатились. И вот мы с Мишей, отцы служат вместе, а мы вместе, отцы выезжаются. И учились в мажайке вместе, все время в одной комнате, и офицерами стали, тоже в одной комнате. И вот потом опять разошлись, потом в Москве опять встретились, похоронят нас рядом, где-нибудь, точно. Я приглашаю на сцену Сергея Андреевича Титаяевна, Дмитрия Михайловича Андрюченко, точно, и Сергея Смирнова. То же самое, что жили на этаж выше. Аплодисменты, дорогие друзья. Это мои военные товарищи, которые мы вместе учились в Академии Можайского. Это сержант, это сержант, это раздолбай. Серега старший сержант. Ну естественно, поскольку все воно рядовой, он написал поздравление, сейчас вам прочитаю. Листок, цветочек и пылинка к земле клонят голову свою. Свой праздник празднует Калинкин, и вся поет хвалы ему. Поет хвалу свободный ветер, поет прибрежная волна, И солнце ярче нынче светит, все осознав, вверху сполна. И я пишу хвалебные строки певцу, поэту, гитаристу, галышнику и альпинисту. Живи еще лет, электриста! Пятый факультет Академии Можайского. В интернете написано, что он занимается сбором и обработкой информации. Мы учились, жили на улице Ждановской, доме 33. Ездили на седьмом троллейбусе в увольнение. Закончили все вместе успешно. У нас были свои забавные вещи, у нас были улицы Разночинного. Валера нашел квартиру в пяти комнатах, в которой был слой мусора пока летом. Этот мусор из четырех комнат выбросили. И потом там жили наши однокурсники. Потом эта квартира стала поводом для того, чтобы я поехал служить не в Москву, а в Подмосковье. Но это не важно. Я совершенно не жалею, я только жалею, потому что я очень мало в Мещерина послужил. А потом мы переехали в Москву, где стали работать по маршруту движения 12-го троллейбуса. От курсов от былых до исторических, которых, к сожалению, больше нет. Приветствую тебя, мой фантастический, мой самый пятый в мире факультет, Который покатился дальше скатертью в востоке до дрозда перед концом, Который на страстью альма-матери, хотя, наверное, правильней отцом. Учились мы порою не по правилам, и в деле, и в бездерии легкие. И удаление сами пора ставили, где, главное, не были слабаки. И рукавом носы себе повытерем, а в общем с тем же ветром в голове Мы сели на седьмой троллейбус в Питере, а вышли на двернадцатом в Москве. Ни черта не шарахались, ни ладана, гранд-форсы, имкувейты, имсинай. И никому нигде не было надобно, за нас краснеть ни разу так и знай. Лопатели поля заданий плановых, обзора ледового полосой. И поперлись от набережной Ждановки до самых, до космических высот. Конечно, времена, они меняются, кто брюшко чешут, кто дадут под дых. Кто выдержит удар, кто уклоняется, кто сам звезда, кто отблеск от звезды. Но сколько было сделано и пройдено, но вот в одном, друзья, сомнений нет. Что это наша маленькая родина, наш самый пятый в мире факультет. Но сколько было выпито и пройдено, но вот в одном, друзья, сомнений нет. Что это моя маленькая родина, мой самый пятый в мире факультет. Наш самый пятый в мире факультет. Один наш боевой товарищ на занятиях по ФИЗО другому боевому товарищу дал бой по челюсти случайно. В футбол играли каждый день. Челюсть сломалась в двух местах. Того, у которого сломалась челюсть, положили в Подольский госпиталь. А, нет, это Марков, извините, он сломался бы ногу в очередной раз. Человек, который 150 раз потянет, делал подъем переворот, сломался бы ногу в четвертый раз. Его положили в Подольский госпиталь. Это был 1980 год. В отделении, где лежали люди с изувеченными конечностями. Ну и там вы лежали, ребята с Афганом. Ты на чем? И он говорит, на ПТР-60, а ты на чем? А я на СО-25, а ты на чем? А я на ПДН-7. Это такой специфический агрегат. А, ну а я знаю ПДН-7. Такая штука классная, стреляет точно недалеко. Да, 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 да. Это такой стол большой, с лампами, чтобы на нем можно было выполнять свои боевые задачи. Меня мой друг советный спросил когда-то в лоб, А где тебе конкретно помоевать пришлось? А я ответил, брат мой, прости меня, родной, Я в этой жизни радный, был крысаю штабной. Я в этой жизни радный, был крысаю штабной. Мы стопку загасили, за странности судьбы, Как много есть в России, чего не может быть. А по пути обратно, в грохочущем метро, В уме листал я карту своих военных строк. Америка, Ирак и Аргентина, Абхазия, Осетия, Чеченя, Земного шара, Верная картина, Была бы невозможна без меня. Я лезу ему белупой, Товарищ дорогой, Своей рабочей группой, Гасил конфликт любой, В ответенное время, В субботу, по ночам, Я полностью по теме Вопросам отвечал, В эпоху интернета, И, дорогих, пока лежит моя планета, Опять в моих руках, Отбросив фарисейство, Ты понимаешь, брат, Я всех военных действий На свете ветеран. Фолкленды, Сомали и Эритрея, Китай и Патристина, и Вьетнам, Везде, где грохотали батареи, Конкретная была работа нам. Везде, где грохотали батареи, Конкретная была работа нам. Дорогие люди. Ну, они уже меня поздравили, Поскольку спецназ идет впереди всех. И никак с этим бороться невозможно. Я узнал случайно совершенно, Что вот классик мировой литературы Сергей Владиславович Козлов Три раза поступал в ДКУ. И всякий раз у тех, кто его принимал, Не хватало широты кругозора, Чтобы понять весь его кипучий темперамент. Я Сергей правильно сказал, да? Правильно. Вот, да. Поэтому сейчас меня приглашают, Поздравить этих замечательных уст. Вы меня уже поздравили, Просто выйдите и скажите мне чего-нибудь. А, не, не так. Вот, вы меня уже поздравили, Я прошу выйти Сергея Владиславовича Козлова, Потому что сейчас я его буду поздравлять. Дорогие друзья, Сергей Владиславовичу 19 мая Исполнился чередные 18 лет. Иди сюда. Сергей, я тебя поздравляю, И я тебе дарю самое лучшее, Что у меня есть дома, да? Это песни Висбора. Двухтомник Висбора. Здесь, значит, его стихи и проза. Самое лучшее, если честно, Больше нравится его проза. Вот. Спасибо. Шесть, ты, Миша, человеческая. Еще раз, Лёха. Да. Сергей, значит, я ездил в этот самый, Сейчас, в город Верхний Мамон, Вытащили оттуда танк КВ. Я специально для тебя взял шланг в трусах, Я сейчас это найду и покажу. И размывал танк КВ, Чтобы украсть кусочек танка КВ. Я украл три кусочка танка КВ, Специально сегодня ленточку связал, Чтобы тебе подарить красиво. И забыл это дома, естественно, на столе. Поэтому я вот даю клятву, Честно, я понесу, Что я, значит, это снаряд от танка КВ, Развороченный взрывом. Он очень красивый с виду, прямо вот. Ну да. И я хотел, самый главный подарок, Это, конечно, кусок танк КВ, А это предложение. Ну, дорогие друзья, Есть такая поговорка, Деньги – лучший подарок. Пока он китили ищет. Я хочу, ну, от себя немножко добавить. Мы познакомились на, значит, Празднование одного из, в общем-то, Одной из годовщин Главного управления Генерального штаба. Миша выпил свою песню. Мы с Димой готовились отпраздновать 20 лет нашего отряда. И смотря, как мужик здорово поет такие классные песни. Давай подойдем. Ну, направились в смелость, подошли. Познакомились. Это было в 1998 году, 5 ноября, 2016. С тех пор мы с Мишкой, в общем-то, дружим постоянно. После этого он написал целый цикл песен, Посвященные нашему отряду, спецназу. Он пришел к нам на встречу, В общем, посмотрел фотографии, проникся. Вообще, человек, конечно, Я, ну, что, про него рассказываю. Все его, наверное, точно так же знают, как и я, А то и лучше. Но я хочу обратить внимание на одну особенность. Немного, в общем-то, таких поэтов, Которые принимали, в общем-то, общаясь с кем-то, Принимали на себя ту информацию, Проживали вот эту жизнь, И потом выдавали стихи и песни. Вот Мишка, это тот самый человек, Он настолько здорово, В такие песни пишет про спецназ, Что когда он приезжал к нам в бригаду На праздновании очередного юбилея отряда, К нему подходили ребята, Ну, младше нас, Кто там в Чечне воевал, Я говорю, Товарищ полковник, А вы где воевали там в Чечне? Это когда еще там? Он, как обычно, говорит, Я стабная крыса. Он говорит, да ладно. То есть ему никто не верил. Вот. Вот, Мишка, Да, я просто еще раз хочу Поздравить тебя с твоим 55-18-летием. Вот. И, ну, пожелать тебе, безусловно, Творческих успехов, Прежде всего, здоровья, конечно. И, чтобы вот твой дар, Он ежегодно, Как, знаешь, бриллиант, Который отмывается, Или по-новой как-то ограняется, Вот. Сиял и сверкал все ярче и ярче. Счастья тебе. Деньги лучших подарков. Сергей Владиславович Козлов Сделал первые результаты. Вот очень удивительные, Спокойные, интеллигентные люди, Спецназовцы. Показывают свои фотографии. Там лежит гора оружия китайского, Стоит человек, Козлевич, В такой вязаной шапочке, Извини, Серега, Пидорка такая, знаете, С Козырьком. Ну, мы все в этой одежде ходим. На лице у него написано Открытое неприязнье ко всем кругом. Я его очень понимаю. Он говорит, это вот результат. Куча оружия, да. А вот идея, говорит, А вот потом еще куча оружия. Это, говорит, вот Саня Пашинцев. Его реализация, А идея моя, говорит. И, значит, Я хочу сейчас... На самом деле, знаете, Вот умение писать песни, Это я пытался от него избавиться. И в третьем классе, значит, Меня родители посадили За стул возле пианино, Купили пианино и сказали, Садись, сволочи, играй. Ну, папа военный, мама учительница. Удивительное сочетание. Хуже только в концлагере. И, соответственно, Деваться некуда. Я, значит, стал играть на пианино. Я устраивал истерики. Ночью я изображал, Как будто я прежу. Я говорю, я не хочу играть на пианино. Я играл на пианино. Играл я три года на пианино. Все нормальные пацаны Играли на баянах. Вот. Я играл на пианино. Потом пианино бросил. И начал... Потом нас перевели, Папа перевели. С отвечала. Я начал играть на детали. Там все пацаны играли на детали. Вот. И стихи начали писаться сами. Я пытался этому сопротивляться. Мне стихи, если честно, не нравятся. Это просто придумал какой-то гад, Чтобы обмануть людей в ритму. Людей, значит, гипнотизировать. А потом говорят, что человек, которому Бог дал возможность красиво писать эти слова, Он говорит, ну какой ты... Подходишь ко мне после перерыва. Человек говорит, Миша, какой ты хороший человек. Я говорю, слушай, брат, я тебя первый раз в жизни увижу. Откуда ты знаешь? Может, я гнойный? Да я вижу, ты хороший пацан. Я говорю, слышу, брат, ну... Спасибо. Мне, конечно, очень приятно. Вот, понимаете, я хотел сегодня, день рождения, устроить такую пресс-конференцию, Чтобы сказать наболевшее, да, Что вот в нашей стране, и вообще во всем мире, Все перевернуто в снотную голову. Нам говорят, Пушкин это наше все. Ребята, Пушкин это чудовище, С которым никто не мог даже дружить. Вот такие его Михайловские осени, Они произошли от того, что к нему никто не ездил. У него было шесть дуэлей, Он четыре человека застрелил из личного оружия, понимаете. Пятый был Кюхельбекер, От которого просто все смеялись. А шестой был Дантес, да. Сначала была дуэль Дантес-Куштин, Потом Мартынов-Лермонтов, А потом должен был быть финал Дантес-Мартынов. Ну, не сложились. Да. Нам с вами впаривают людей, Которые для нас с вами ниже колена, К сожалению, многие из этих людей, Не хочу сказать, что все. Кому-то из них в голове, Кому, кто по понятиям, Типа Юрия Юлиановича Шевчука, Который взял гитару, Взял видеокамеру, И поехал в Первую Чечню, И ходил по блокпостам, И пел нашим песней. Не этим и тем, А нашим пел песню. Но это тех людей, к сожалению, немного. Человеку за то, что он красиво поет, Дают много денег, А говорят, что он хороший. Это не так, это неправильно. Вот люди, которые что-то сами реально делают, Вот они здесь сидят. Вот это главные люди на Земле. Но кому-то выгодно, Чтобы везде считалось, Что настоящая звезда, Это П. Маккартни и Джилену. Или там и так далее. Михаил Юрьевич Лермонтов, Тоже вы знаете, да? Когда Мартынов приехал в Париж, Его окружили официары, Говорят, зачем вы застрелили наше солнце? Говорят, господа, Если бы я его не застрелил, Он на следующий день застрелил бы другой официал. Потому что Михаил Юрьевич Лермонтов Вел себя как... Смотри выше. Нехороший человек. Вот. То есть, понимаете, Я очень долго потворил. Я хотел про Козлевича И Диму песню спеть. Общаясь Козлевичем, Сергеем Владиславовичем Идем Козловым. Вот. Я... Он мне показывал свои фотки. Я вообще дико завидовал. Потому что в нашей части, Вы знаете, Мы стреляем один раз в 8 лет. Я сейчас пою письма. Вот. А тут живые люди, Которые... Особенно мне порадовало Общение с Кареном Микайловичем Долевердеевым. Которым без слез Или без смеха Вспоминать невозможно. Вот. Если он разговаривает маком, Значит, У него абсолютный слух. Он сын великого русского композитора Карена Долевердеева, Который вместо того, Чтобы... Микола Долевердеева. Микола Долевердеева. Который его сначала В консерватории отдал. У него абсолютный слух. Он в консерватории проучился год. Ему стало скучно. Он поступил в пехотное училище. Какое серебряное? Забыл. Он поступил не в консерваторию. Он год отучился в МГУ На Белгвайке. Вот. А потом, значит, Ко-белу-прик Отпомсорил. И уехал, И пошло-поехал. Вот. И он бегал по горам, Где тукуши, И забивал караваны. Хотя папа мог позводить Брежневу, И он бы забивал караваны В московском рыбацком округе. Песня. Я горжусь, Что моя дочь, Красавица и умница, Ольга. Оля, где ты? Вот, да. Вот они выходили, Вы видели, Такая девушка. Плотомодель. Аплодисменты. Прошло-поехал. Потом скажите, Что я не хочу. Она приходит ко мне И подносит электрическую игру. Вот. С кнопочками. Я был свидетелем Свидания юноши с девушкой В кафе на Арбате. У них свидание. Я пришел с юношей пообщаться. У меня свидание с девушкой. Понял. Они сидят за столиком. У юноши стоит ноутбук. Напротив, Поделега, Далее сидит девушка. У нее тоже стоит. Они переписываются в твиттере. Не все застрелились. Видимо, все тоже переписываются. Ну ладно, да. Вот. И вот она мне приносит И говорит, Вот. Папа говорит. Мне когда хорош на сайте, Говорит папа. Папа говорит, Вот тут написано. Знаете, книжка есть такая. Метро 2033. Там война прошла, И все население Москвы Живет в метро. И там каждая станция Как отдельный город. И вот там человек Пришел на какую-то станцию. Там написано. Там сидели люди С автоматами. И пели старинную Афганскую песню. Козлевичу и Диме Людову Посвящен. За плюс спецназ. Дымит забитый караван Ствол остывает Перегретый Лежит вокруг Страна Афган Который блин Сплошное лето А за хромом Гудит броня Забрать на базу Результаты И так все славно у меня И целые все мои ребята Вот история в общем Не сложная Есть идея И есть результат В жизни нет ничего Невозможного Если правильно Все просчитать В жизни нет ничего Невозможного Если правильно Все просчитать Сюжет был грустным И тяно Чечня Глядеть не хочется Но надо Зеленки Возле Ведено Колонна Наша И засада Афганда Приноборот Их пули На моем металле До спас дороги Поворот И результатом Мы не стали Вот история Тоже Не сложная Их идея Да мой результат Пусть у них Будет грусть Невозможная Что сумели Не все Просчитать Пусть у них Будет грусть Невозможная Что сумели Не все Просчитать На стойке Офиса В пыли Играет Солнце Отражение И вентилятор Шевелит Бумажки Лопастей Движение Я покурю И помолчу И жизнь идет И я не старый И память Снова Подточу А результат У Кандагара Где история Вышла Не сложная Где идея И был результат Жаль, что Мирная жизнь Невозможная Невозможно В ней все Просчитать Жаль, что Мирная жизнь Слишком сложная Слишком сложно В ней все Просчитать Хлопаем Дымит Запятый Караман Маци Сюжет Был грустным На стойке Офисов Пыли Аплодисменты Аплодисменты Знаете Вот такое Ретроспектива По вине моей памяти Называется В 1975 году Я учился В школе В Азиане Нас возили В полк Где летал Первый Автор Первого Реактивного Тарана Летчик Капитан Елисеев Который Таранил РБ-57 Вот И мне страшно Понравился Самолет МиГ-21 БИС Я решил поступать В авиационное училище У меня правый глаз Нормальный А левый глаз Правый глаз Простите Минус 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 полтора Поэтому мне сказали Что Иди куда-нибудь Ещё Вот И мне очень По жизни Я просто Всю жизнь Восхищался Людьми Которые Делают Невозможное Которые В нашей стране На нашей технике Эту технику Поднимают в воздух И держат её На зубах Хотя техника Уже отказывает У неё Выходят из строя Все бортовые системы Вот Но тем не менее Эти люди На зубах Да То есть я считаю Что техника Эта летает Не потому Что у неё там Двигатель есть Крыло То есть у самолёта Крыло одно Запомните пожалуйста Не крылья А крыло У неё есть Левая плоскость И правая плоскость Кто понял Что я сказал Поднимите левую руку Я так и знаю Не все Вот Дорогие друзья И наш клуб чедятелем Который будет выступать После После лётчиков Испытателей Готовьтесь пожалуйста Да Мне очень приятно было Что мне свою дружбу Подарил Великий человек Которого Сейчас номинет Сергей Николаевич Мельников 23 августа Если вы гады Не приедете В Жуковский На очередной фестиваль Четвёртый фестиваль Нам уже денег дали Нам уже сцену дали Уже мы с Халчевским Распилили весь бюджет Но вы должны приехать Да Нет На самом деле Это конечно шутка Бюджет там Смешной Вот И Его Неважно Когда меня спросили К нам ездят Просто по дружбе Татьяна Висбор Вадим Мещук Сейчас я пригласил Людю Сергееву Он сказал что приедет Вадик сказал что он не знает То ли да то ли нет Вот 23 августа Запомните пожалуйста В Жуковском В парке Возле стадиона Комета Состоится четвёртый Открытый фестиваль Полёт продолжается А сейчас я хочу предоставить Этим великим людям Слово Чтобы они вас поздравили С моим днём рождения Так Значит Дорогие друзья Ну во-первых Я Честно говоря Сначала не понял Чьё здесь День рождения Мишин Или наша Да Вот Ну понятно что Общее Но главный Это юбиля Всё-таки Мишин Потому что Две пятёрки Это бывает Во-первых Раз в жизни Во-вторых Это замечательный Датан В-третьих Ты когда сказал Про лётчика Что один глаз У тебя плохо Значит С одним глазом Тебя получился бы Замечательный Лётчик Да Потому что Не так страшно Летать В два раза Не страшнее На шутка На самом деле Мы стоим рядом Мы празднуем сегодня Юбилей Замечательного человека Душевного Талантеющего Большого патриота Нашей роли Офицера Большой буквы Мишин Дай Бог тебе здоровья Счастья Удачи Во всём Я никогда не буду Время поступать С Михаилом Михайловичем По поводу Коэффициальной техники Хороша Она или плоха Суть не в этом Да Я просто горд тем Что я знаком С Михаилом Михайловичем Человек вообще Ну неоднозначный Умница Вот мы с Вадимом Георгиевичем Долго думали Какой же подарок ему подарить Ну кажется Что вот Настолько светлый человек И в таком Настоящем Мужском Мужской силе И думаю Какой самый лучший возраст Помог конечно Вадим Георгиевич Потому что он штурман Он владеет счетом в уме И мы значит Стоя в магазине Так Ага В общем посчитали Получился 89-й год Мы тебе дарим напиток Прекрасный Французы сделали коньяк для себя Коньяк для всех Армоньяк они сделали только для себя Мы тебе дарим Армоньяк Пусть 89-го года Чтоб ты вспоминал Спасибо 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 За 30 полетов На самолете Ил-2 Вылетов Боевых Присваивали звание Героя Советского Союза В начале Великой Отечественной войны Первые самолеты Были сделаны из перкаля Растяжек И я езжу сейчас каждый год К своему другу Вовче Соловьеву Который всегда с нами В полетке поднимаешь Который сейчас самый крутой Из нашего колца У нас есть Генеральские дети Типа меня Вовка Соловьев Сейчас руководит Жизнью района Черная речка Серега Надо вам побрататься с ним Он такой же как мы Еще хуже Он выезжает на перекресток Становится поперек На машине И начинает Мне говорит Миш, куда дальше-то поедет Ему начинают гудеть Со всех сторон Потом он выезжает На трамвальные рельсы На встречный поток Там стоит трамвай Вот такой вот И задним ходом Начинает разворачиваться В это время Все движение Все останавливается И замирает Вот Вовка Соловьев Командует районом Комендантский аэродром Где был первый Аэродром в России И мы Мне с ним повезло С Вовкой В смысле Вовка, привет Вот Вовка приехал Пять лет назад Мне звонит и говорит Ну как вы знаете В нашей стране Удивительно Да Принято делать сегодня То, что нужно было сделать Месяц назад Говорит Я выяснил, что На моем районе Был первый В России аэродром Комендантский Коломянье Я решил отметить 100 лет аэродрома Я приехал Мы должны сейчас Попросить Чтобы нам дали Пилотажную группу Русь Пилотажную группу Русские Витязи Я хочу пригласить Министра обороны Министра обороны Был табуретки Он приедет сам И привезет с собой Русских Витязей Ну я по привычке Я всех всегда защищал И Вовку Соловьеву тоже Мы поехали с ним В штаб ВВС Сами ВВС На нас посмотрели Как на идиотов Но сказали Ну ладно Пишите документы Написали документы Нам естественно отказали Но праздник состоялся Все равно Во время праздника Первый день Просто шел снег Во второй снег На второй день Когда мы поехали На аэродром Под Ленинградом Снег летел горизонтально Вот так Когда мы приехали На аэродром Там стояли Два унылых военных В телогрейках Которые сказали Что министр обороны Запретил категорически Проведение этого праздника И сказал Что нас уволят Я позвонил Вовке Вовке сказал Сейчас я приеду Дам им денег И все будет Так и с Нет Ну насчет денег Я не знаю Дальше Стоит сцена Здесь высотой С 8-ми этажный дом 20 киловатт звука Профессиональный звук Дальше приезжает 15 автобусов По 60 человек Каждому Привозят ветеранов 10 тысяч Ставят палатки с пивом Включают звук Звуком сносит Ближайший ангар Крышу Вешаем баннер 8 на 9 метров Дальше приезжает Вовка Приезжает Татьяна Буланова С продюсером Проходит концерт Я ведущий На концерте После того Как концерт Закончился Отпела Татьяна Буланова Приезжает Оксан Мисеевич Городнинский Приезжает Вадим Егоров С супругой Все это Все прошло Все закончилось И начался Снег с дождем Который летел Вот так В это время Видимость была Нижний порог 15 метров В это время Аэродром Он принадлежал АВВС Но там базировалась Школа подготовки Коммерческая школа Подготовки Этих самых Летунов Они праздновали Весь праздник В ангаре В конце мероприятия Напраздновавшийся Инструктор Сел самолет Маленький Американский И стал летать Над нашими головами Выполнять фигуры Высшего первого этажа Ему в бочке Он крутил Вот так Туда в бочке Разворачивается В полном Молоке И обратно в бочке Я стоял И смотрел Сейчас он врежется В нас все-таки Или нет В это время Еще не подозревающие Жители Ленинграда Залезали в автобусы Бабушки и дедушки И их потихоньку Втуда вывозили Но это Потом я уехал Тоже У меня не хватило Времени Потом мне сказали Что Когда он кончил летать Они сели В какой-то другой самолет Их было 10 человек Надели парашюты И при нижней кромке 15 метров Выпрыгали с парашютами Вот туда И все попали На аэродром То есть Никто не упал На дерево Зацепился За линию электропередач Никому не сбило Молнии Ничего Понимаете Вот Извините Долго очень рассказывал Я хотел спеть песню Которую посвящаю Нам всем Дорогие друзья И вот этим потрясающим людям Аплодисменты пожалуйста Летчики Вот Слава и гордость нашей Родины Это люди которые Лучший истребитель мира Это самолет Су-27 Лучшие летчики мира Это люди которые летают На этих самолетах И Сергей Николаевич Мельников Член Совета Клуба Чи дети Я горжусь тем Что это человек Который я могу назвать Своим другом Которого мы Провожали в последний путь И памяти которого Вот уже четвертый год Мы будем проводить Вместе с вами Фестиваль В Славном Городе Жуковск А песня была написана давно Вот Я Начитался книг Про дочек Вот И Наслушался рассказов Сереги Мельникова Вот Игоря Вотинцева Ну и Песня Посвящается Валерке Безлюкову Всем Нашим Полетает На наших самолетах Да и вот мы приезжаем Я приезжаю В 11 аэродром Сцена Люди А сзади за сценой Метров 50 Стоит большой черный камень На нем написано Что здесь В 1910 году Упал летчик Мациевич Самолетов Арманс С высоты 326 метров У него Оторвалась Расчалка Попала Мотор Его выбросило Из самолета Ремней тогда не было Парашютов тоже Он просто упал Потом Этот камень Большевики Выбросили на помойку Он прорежал на помойке 35 лет Потом его достали После войны Отмыли И сейчас Он стоит на этом месте Русским летчикам Посвящается Мы поднимались В небо первыми На досках, тросах и перках Летел над пыльными дорогами Звук деревянного винта Мочасть лихая и фанерная Которые мы пронзали Дали Без парашютов И сомнений Что лучший праздник Высота По бронеспинки Пули цокали Из-под капота Било пламя И мессер Выскочив из облака Очередями колотил А мы, держась зубами В воздухе Рубили им хвосты винтами Жав ручку кистью поделевшую Прощай, Россия, и прости Нам ведь почести Громких не надо Нам бы просто Не встречи разлук Чтоб количество наших посадок Наших взлетов Равнялось часу Чтоб количество наших посадок Наших взлетов Равнялось часу И над лесами Над корейскими И над пустынями Афгана Над от яростями Просторами И теснотою городов Сквозь грозы И дела житейские Ведем свои аэропланы Судьбы Полетные задания Вновь выпалная Работы до Нам ведь почести Громких не надо Нам бы просто Не встречи разлук Чтоб количество Наших посадок Наших взлетов Равнялось числу Чтоб количество Наших посадок Наших взлетов Равнялось числу Она снесет По краю пропасти Меж левым берегом И правым В титан и композит Заклепаны Журавы перкаливой души Пространство Разрезают лопасти А слева смерть А справа слава И это легкое дыхание Ничем никак Не заглуши Ах, наши зубы Перелеты Где в высоте Сдаем экзамен И всякие Разбилеты новые В них жизни Смерть переплелись А наши души Самолетные Летают Между облаками У них Никак не получается Хоть как-нибудь Спуститься вниз Хоть как-нибудь Спуститься вниз Нам ведь почести Прочих не надо Нам бы просто Меж встречи Разру Чтоб количество Наших посадок Наших взлетов Равнялось числу Чтоб количество Наших посадок Наших взлетов Равнялось числу И сразу Я вторую песню Хочу спеть Посвященную Летчику-испытателю Наслуженному Летчику России Правильно Герою Российской Федерации Человек Который родился 4 июля 5 4 он родился 6 июля 6 июля 1959 года Сергею Николаевичу Мирникову Летчик-испытатель Корабельный Самолет Что такое Корабельный Самолет Это авианосец Длина полетной палубы 330 метров Длина посадочной палубы По-моему Метра 120 Оф, да? И там 4 троса Между тросами Расстояние 10 метров 10, да? 10 метров Вот Боевая машина Су-33 Весит 38 тонн Примерно Посадочный вес Вов Ну чуть менее Ну 36 Не важно Посадочная скорость 240 км в час Правильно? 240 км в час Учите матчасть Останетесь живыми И морду бить не будут сильно Вот И вот Человек должен Зацепить гаком Это крючок такой сзади Третий трос Чтобы было все нормально Сергею Николаевичу Мельникову приходилось Садиться На авианосец Когда Три троса Уже порвалось Из четырех Ему приходилось Влетать На самолете У которого Топливо Искрыло Чтобы Заделать течь Нужно его перегнать От завода А самолет Стоит на авианосце Он взлетел И сел Ему приходилось Вылетать Когда Авианосец Был на боевом дежурстве Когда он плавал По Средиземному морю На авианосец Заходили разные Израильские Американские Англисти И прочие Самолеты Он вылетал И перехватывал И делал Такие вещи От которых Они потом разворачивались И улетали обратно Сергей Николаевич Мельников Своей короткой дорогой Толкнув железный пароход Взлетает Мельников Серега Из самолета Его сухой Повыше вверх Поближе к краю Где кроме Бога никого И солнце Близко играет На мокром Блистере его Паян окно Почти потроган И отыскавший Нужный тон Выводит на небо Серега Сухого 38 тонн И он пронзит Любые дали И разрешит Любой вопрос И полетит Он и завалит Вернется И поймает трос Желанно Очень для любой Серьезной нации Что по земле Шагает собственной дорогой Иметь немного Корабельной авиации И мужиков Таких как Мельников Серега Иметь немного Корабельной авиации И мужиков Таких как Мельников Серега И наблюдая За разбегом Все останавливают Речь И поднимают Взгляды в небо И раскрывают Крылья плеч И чувства Старые накроют Покуда он Летит легко Что мы с тобой Сторона героев А не приют Для дураков Летит прекрасной Синей птицей Что всех сильнее И умней Которой можем Мы гордиться В любой Заводской стороне Сквозь наши Жизни Безнадёги Над суетой И чепухой Слетает Мельников Серега И самолёт Его сухой Желанно Очень За любой Серьёзной Нацией Что по земле Шагает С собственной Дорогой Хлопает Иметь Немного Корабельной Авиации И мужиков Таких Кокмельников Серега Иметь Немного Корабельной Авиации И мужиков Таких Кокмельников Серега Приезжай Я здесь Недалеко Приезжай Ленинский проспект Этитория 22 часа 38 минут Стоит мотоцикл Боя Ума Стоит Серега Девушка Подвозила Девушка Ушла уже Еду 220 километров Тормозят меня С палочками Ну я Егод метров 250 Тормозил Развернулся Подъехал Они уже Обрадовались Достали Лопатник Показал Достоверение Ну че же Так Ну я Егод летчик Я Медленно Не умею У него Было Хобби Мотоцикл Упай Мэ Белики Так Красиво Да Значит Я приглашаю На эту сцену Галину Ижину Михаила Амелина Владимира Харчевского Татьяну Иванова И весь этот Блин Гребаный клуб Чидития Который мы Создали Дорогие друзья Создали мы его Создавали Создавали В конце концов Создали Валерий Иванович Пехтуков Аплодисменты Иди сюда 1996 год Есть такой мужчина По фамилии Владышев Артур Олегович По сравнению с которым Ракета Минитмен 2 В детстве Игрушки Я его привез Кирскол За 1000 рублей Две недели Хорошая цена Поселил его В отдельном номере Сказал Что дверь Нужно закрывать Потому что Входят воры И все воруют Через полчаса Я зашел к нему Увидел Бесчувственное тело Которое лежало На кровати И вывернутый Вот так рюкзак Я решил Что воры Уже все украли И увидел На полу Валяющийся Паспорт И кошелек Артуры Олеговича У него было Личных денег Всего 1000 рублей 1200 рублей На две недели Он рассчитывал Концертами Только кмиться Я забрал У него естественно С пола Все его богатства Это все происходило На восьмом этаже Турбаза Кирскова Закрыл его тело На ключ И ушел В четырехместный номер Где мы проживали Родно через восемь с половиной минут Раздался Жуткий грохот В дверь зашел Разъяренный Артур Олегович Гладушев И сказал Какая Все мои документы Все мои деньги Они проснулись Через балкон Вылезли в соседний номер По коридору Нашли меня И значит Вот дальше было все остальное Да Но дорогие друзья Клубча дети Создавался Вы знаете В боях и победах Когда мы На помосте Второго чекета Без аппаратуры Без спонсорской помощи Просто орали Наши песни Вот А подъезжающие снизу Канальщики Когда это был первый раз Канальщики были просто потрясены То есть рабочий день Еще не начался А уже стоит Красивая девушка В бюстхалтере И там стоит С подносом На подносе Стоит в счастье Девушка красивая То есть все Канальщики Все Рабочий день закончился В девять часов Вот Дорогие друзья После этого Прошло много-много Разных вещей Много лет Много зим Появились люди Которые К сожалению Стали писать Что проводить фестивали Прилюбуюсь И могут только Как там Безответственные идиоты Но не важно Вот Это личное мнение Каждого человека На который Кажется Человек имеет Своё полное право Вот Я не собираюсь Это как-то обсуждать Вот Но самое главное Что клубчидети Сегодня Это 500 Около 600 человек Среди которых Герои России Летчики-испытатели Среди которых Находится Много замечательных людей Которые составляют Лучшая часть Нашего Сегодняшнего Московского общества Вот Я очень рад Что эти люди Сегодня нашли Возможность Для себя Прийти Сюда На мой Телепроштение Ой, ребята Самый Главный Вдохновитель Идейный Отец Основатель Нашего клуба Чигети Это Миша, конечно В его светлой голове Родилась эта идея Но мы Его поддержали Девчонки В основном Да, и мальчишки Тоже Не перебивай меня, Миша Я и так не знаю Что говорить Не готова Совершенно Была К тому Что я выйду И буду Микрофон Говорить И хвалить Мишку Хотя я Очень-очень Люблю Ну Я хочу сказать Что Мишка Дарит Очень большую радость Общения Это человек Творческий Очень Добрый Порядочный Ну Не готовился Мне очень Хотелось бы Да Нет Ну это Как бы Я думаю Ну что У тебя все есть Ну У любого летчика Он носит Летную форму Вот И думаю Ну а чего Надо же Постоянно Чтобы было Топливо Надо в общем-то Ну вот Я тут Керосину В баке Кстати Вот Да Я еще Не успел Ничего сказать Ребята Вы знаете Я Точно Уверен В том Что Будет Очень много Пожеланий Совершенно Различных Но Хороших Добрых Напасистых Манких И так далее Ну Я в общем-то Хотел бы Единственное Вот Сказать Может быть Этого не скажут Миша Я очень хотел бы Чтобы Почаще У тебя В душе На сердце На сердце У тебя был Есть такое хорошее слово Душевный комфорт Который включает в себя Очень много Очень много Часто не бывает Конечно Но В общем-то Я хотел бы пожелать Чтоб почаще Это испытывал Потому что Ну В нашем возрасте В нашем 18 Два Или три Штриха Вот Миша Поздравляю Я вспомнил Что Что ты хотел сказать Чтобы Слово Юбилей Писалось Через букву Ё Два раза Тонким слоем Сверху и вниз Ну Если Президент Керосини То Сами понимаете Рядовые члены Тоже С Кероси Хочу Тоже Два слова Сказать Но Мне наоборот Повезло Что Папа военный И мама Учительница Поэтому С армией Получилось Дружить Хотя Не очень долго Но Военная турбаза Терскол На которой я побывал Свела меня Замечательно Человеком Михаилом И один из лучших дней Я вот Миши Договорил Ну Когда-то На кого-то Тоже Дня рождения Когда С чегета Вот Выкат Я спускаюсь И уже Так мы там Сидим Когда уже От себя Катались Все такие Довольные Какие-то Впечатления Самые замечательные И Шампанское Там Какое-то Винцо И вот Потом Пришел Миша Такая Гитара И Потихоньку Вдруг Началось И Такое Счастье Горы Песни Друзья Это просто Счастье Миша Дай Бог Тебе Творчески Конечно А сейчас Я выдам Государственную Тайну Вот Видите Вот Эту Девушку Как Вы думаете На кого Похажет Моя Жена В том Час Нет На самом Деле Это Было Потрясающе Какой Год Ты Был 95 Год Ребята Девушка Она Сейчас Ослепитель Таня От тебя Отдельный Разговор Понимаешь Вот Эта Девушка Она Освещала С собой Мы Ездили В Терсков В апреле Там Было Мало Народу Было Много Снежа И Было Вообще Здорово Мы С ней Приехали Я Приехал Привез Балончик Защищаться От Бандитов Я Там Тоже Балончик И Все Разъехались Мы С ней Двоем Остались И Я Пришел К ней Она Жила В И Лег Заснул Проснулся Пошел К Себе Вернулся В Потом Она Ко Мне В Гости Пришла Потом В 4 Часа Утра Мне Набыло 7 Часов Выезжать Я Пошел Ее Провожать Мы Идем По Тропинке На встречу Толпа Местных Мы Забились В угол Местные Прошли Дальше Дошел Дает Кола Поцелал Ужасно Об этом Жале Потому Что История Не Получила Развития Если Честно Вот И Вот Понимаете То есть Это Вот Такой Ожог Сердечный Который Я Когда Я Увидел На Горе Мне Сразу Возникает Ну Вы знаете Все Нормальные Люди В Терсколь Они Влюбляются В Кого-то Горная Лыжа Это Любовь Заключенная В Движениях Если Вам Говорить Что Это Катание Как Сколько Твоя Для Женщины Кататься Вообще Не Надо Я Всю Ребую Знаете Для Женщины Горных Лыжах Главное Хороший Макияж Это Втором Месте Красивый Комбинезон Для Наших Женщин Это Не Нужно Это Все Лишнее Они И Так Прекрасно Собой И Без Комбинезонов И Без Макияж Да Вот И Это Моя Любовь Стоит Сейчас Которую Я Когда Когда Я Видел Что Возле Небют Мужчины Жужжат Так Она Вот Я Всегда Так Немножко Ревную И Очень Радую Что Вот Такая Женщина Слепительной Красоты И Все Хорошо Вот Наташа Все Таки Получила Развитие Потому Что Через Какое То Время Я Помню Миша Стал Всех Обзванивать И Говорить Мы Хотим С В горах Чтобы Оно Перенеслось И В Москву Тоже Что Вот Если У кого Есть Какой Кафе Может Подвал Может Чего Трещот И Мы Готовы С Ребятами Все Это Прийти Отремонтировать Вечером И В общем Действительно Столько Было Ложено Тепла Желаний Сил Что Вот Это Получилось Глупчегет Получился Хочется Сказать Дальше Ты Счастливый Человек У У тебя Тепла 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 Ребенок Тоже В общем В том числе Здоровый Такой Хороший Есть Ребенок Сцена Победа На груши Тоже Замечательный Ребенок Есть Фестивали Которые Ты Организуешь И В общем Все Это Хорошо Получается Потому Что Ты Очень Много Вкладываешь Души Сердце Сил Энергии Во Все Это Здоровье Сил Энергии И Дорогие Друзья Татьяна Иванова Человек Который Меня Всегда Я Вижу И Я Радуюсь Потому Что Я Надеюсь Что Я Тоже Буду Выглядеть Конечно Хуже Но Примерно Тоже Сколько Елена Ей 18 Лет Она Делает Прямой Шпагат И Она Вообще Потрясающий Человек Танечка Я Делаю Все Не знаю Что Сказать Но Просто Быть с Мишкой Это Счастье А в горах Быть Вот С этой Компанией Это Вообще Двойное Счастье Это Счастье Началось Давно Давно В горах 95 И Не Кончается До сих Пор Не Буду Толго Говорить Мы Его Все Любим Я Люблю Потому Что Он Замечательный Добрый Отзывчивый Внимательный Замечательный Папа И так далее Миша Ты Как Главный Рак У нас Вот Этого Рака Я Пупила Пять лет Назад Но Я Тогда Не Смогла Прийти На Пятидесятилетие Он Дождался Своего В норке Место Вот Я Дарил И Состав Пожеланий Всегда Одинаков Побольше Здоровья И Денежных Знаков Знаков Знаки Там Внутри А еще Тут Маленькое Еще Маленькое Поздравляю Ну Такие Стаканы Солом Гербом России Ты У нас Российская Девка Гербом России Будет Пить Сгерба Аплодисменты 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 С маленькой Ванечкой Мы в три месяца Или в четыре Да Катя Поднимались На Эльбрус Три Да Вот три месяца Катя держала За пазухой Мы на почке Поднимались вместе И Дальше Здорово Было Классно Спасибо Всем Я забыл Сказать Что Вот Иван Михайлович Тут ползает Который побольше Когда он уже был Но мы еще Об этом не знали Екатерина Львовна Поднялась На Эльбрус Вслед за мной Оля Не тиши Найди на сцену Пожалуйста Ты член глупщей дети Давай уже Хватит сидеть Давай Давай Вперед Начинай движение Левой ногой Правой Это называется Ходить Вот И Леха Бычков Леха Ты член Глупщей дети У тебя советы Глупщей дети Да Давай Давай Оля Оля Быстрей Оля Быстрей Гости ждут Вот сейчас Сейчас после Оли Оля Иди сюда Дорогие друзья Еще одна прекрасная девушка Если вам нужно За небольшие деньги Проект профессиональный Своего дома Не перебивать Так надо говорить Я знаю Я специалист Ребята Если у вас есть сарай Который вы хотите сделать Дворцом За практически бесплатно Если у вас есть дом Который вы хотите Перебивать Значит это вот это вот Архитектурное бюро Ольга Ни Тишина Инкорпорейт Сделает это все Быстро и красиво Сейчас она будет меня поздравить У нее есть потрясающие дети Которые пишут песни Которые лучше чем мои Вот Сейчас их нету Они видимо песни продолжают Писать Ольга Ни Тишина Можно мне Без долгих речей Миш Здоровья Любви Удачи Счастья Успеха Мира И всего самого Самого доброго Можно без долгих Пока Это мы тебя поздравляем Ну вы знаете Что у нас было Год два назад Значит два года назад С Колей Селезневым Было Вот И Нам всем сильно повезло Потому что в то время Там оказался Потрясающий совершенно человек Леша наш Который Сделал все что нужно делать Сопровождал Колю сюда Вот И Знаете Я просто видел Как он катается Он не катается Он летит Настоящий Он по жизни тоже летит Он занимается Профессиональными Лыжами Его зовут У него есть Второе имя Леха Соломон Если вам нужны Настоящие лыжи А не говно Которое продают В наших магазинах Вот обращайтесь К этому человеку И он вам за смешные деньги Буквально за смешные деньги Сделает все что вам надо Он на вас посмотрит Скажет Тебе нужно вот это И вот он мне Ребята Ну я знаю что говорю Просто Потому что у нас Большая тусовка У нас жизнь На горных лыжах И человек который В океане горных лыж Увидит то что Именно тебе надо Именно здесь И именно сейчас Лёха давай Хорошо Я постараюсь покороче Но совсем коротко Не получится Я же сказал Про горные лыжи Всё это так и есть Но не совсем Дело в том что Вся моя жизнь Практически с детства Связана не только с лыжами А ещё с музыкой Так получилось У меня никто Об это не спрашивал Но так вышло Вот И когда я сюда ехал А начну Издалека Сейчас я покажу кое-что Сейчас Примерно год назад В очередной раз Заехал в один из Московских музыкальных Каких-то магазинов Мне попались в руки На глаза гитары Я Как и любой человек Который немножко Занимается музыкой Так же как и Миша И многие Имею не одну гитару А достаточно много Потому что гитары Они как и люди У каждого свой характер Они по-разному говорят Но эту гитару Как горнолыжник И одновременно музыкант Я не смог не купить Потому что на ней Нарисовано Наверное не все увидят Здесь нарисован Ну практически большой Кавказский хребрет Не совсем Но что-то похожее Горы Вот Я понял Что эта гитара Должна быть у меня Но потом Я подумал И понял Что наверное Всё-таки Не совсем так Эта гитара В первую очередь Должна быть у Миши Калининг Потому что Никто Ни один Поэт и музыкант Это я вам говорю Совершенно точно Не написал Такого количества Песен О горах И не просто О наших Любимых горах И о горах Вообще И Он даже Не то что написал А вот те самые Любимые песни Это тот случай Когда песни Не пишутся У каждого Свои любимые песни Но это У меня Высь например Или Чегет на бай Вот Или давай полетим Это тот случай Когда Песни Пишутся Под диктовку Они записываются Господь Бог Или кто-то свыше Их диктует А поэт Музыкант Он их записывает Вот И Вот этот инструмент Я конечно Хочу подарить Мише Вот я когда сюда Сегодня ехал В машине В отличном настроении Как бы размышляя И вдруг Мне неожиданно Вспомнился Один из замечательных Наших советских Старых фильмов Он называется Мэри Попперс До свидания Вы его все помните Прекрасно Вот Может быть Я подумал А почему он мне Собственно вспомнился Я стал его вспоминать Этот фильм Он хороший Но я бы его Наверное не вспомнил Если бы там была Волшебная Совершенно гениальная Чудесная музыка И вот вспомните Самая последняя сцена Кодовая Когда вращается Карусель И все главные актеры Встречают самих себя Только Совсем Себя в прошлом Маленькими людьми И Мэри Попперс Как бы говорит Человеку Ну Который музыкант По фильму Она дарит ему гитару И говорит Вот На этой гитаре Вы сыграете Свои самые лучшие Самые добрые песни Вот Я немножко не похож На Мэри Попперс К сожалению Или к счастью Но вот эту гитару Я хочу подарить Мише Чтобы она была у него Гитара с гордой крикой И с его Гитарой Спасибо 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 Гитару Гитару Как и люди Они хотят пить Сюда наливается водичка И чтобы была Постоянка власть Там еще много всего Я тебе покажу Она настроена И на ней вообще-то конечно Можно Нужно Миша Может быть Может быть Другу подстроить Я хотел сейчас попросить Своего друга Такого же сумасшедшего Идиота Как и я Но ему повезло больше Потому что он летал В настоящих самолетах Валерий 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 Миклюков Вот Спеть Возьми Мусню пожалуйста Валерий Помни пожалуйста Песню Если можно Капитан в командировке Великая песня Вот видите Я в этой компании Самый маленький Поэтому меня все Обижают Не петь Не пить Нормально Понимаете Вот Даже это придумал Мишка Своего дня Придумал Дарья Что Такое Выдал Что Фамилия Миклюков Это не фамилия Это Кличка И пароль И диагноз Зря Девки Не глядят На стариков И лаской Не спешат Их углажать Мальчишка Переспал И был таков А старик И не сможет Убежать Ну да Боют все Не мы сейчас Давай Бежать Мишка Давай Гениальная песня Одна из лучших песен Про нас Девочки Изучающие Очень важно Сглядом Смотрю Гениальнойポтетки Девицей Очень Вечер Девицей Очень Вечер Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спасибо большое! Спасибо! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok А вот сейчас что будет, никто не знает, потому что каждое восхождение на Эльбос, это как новый ребенок, потому что неизвестно, как твой организм будет себя вести, какая будет погода. Пока нам везло. Нас Эльбос пускал к себе. Если вы будете слушать каких-то людей, которые говорят, я покорил вершину, вершину никто не покоряет. Вершина просто позволяет на себя взойти и отпускает тебя потом домой живого. Если ты не выпендриваешься, если ты ведешь себя адекватно, если ты не бухаешь сверху меры, просто идешь и все. Каждое восхождение это как новый ребенок, это как новая жизнь. И я искренне желаю всем попробовать себя. Если у вас не получится зайти, ничего страшного. Просто само ощущение, конечно, стоит попробовать. Если этого у человека нет, ничего. Я хочу картинки поставить, которые мы подготовили специальные. Мы проводили конкурс в отеле Балкария целый год. Лучшие картинки мы подобрали. Сейчас я их найду. Это вступление для того, чтобы еще одни наши замечательные друзья, мои замечательные друзья, еще одни мои родственники, которые называются «Красивые и загадочные четверговцы». Вы думаете, что это значит, а вы не подсказываете. Сейчас я скажу, что это значит, а все остальные пока думайте. Я сейчас пока картинки найду. Я сейчас показываю такие маленькие отношения. Я сейчас покупаю доз tare. Я сейчас Kivolowitz. Я сейчас по-курузку, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...